КОСМИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ СУТК Мне вот интересно, тут по идее же нет брони, как обычно, в каком-нибудь там Вове. Тут у всех свои костюмы, но их ведь тоже можно как-то кастомизировать. Привет, чувак. Что ты наделала? Ты распугалась о голубей. Да. Насчет ужаса Бури. Я думаю, а вдруг уже с Бурей когда-то был голубем? Ведь вы, взрослые, все их пугаете. Вот они превращаются в драконов, чтобы отомстить человечеству. Но я с ними дружу. Мне они больно не сделают ни за что. Так ты будущий месье голубь, да? Из Леди Баг. Ну ладно, ладно. Любить голубей это... Примерно то же самое, что любить крысок, там, не знаю, кошек. Правда, кошки не летают, да и крыски тоже. Ну да ладно. Чё сказал? Поболтать хочешь? Привет! Добро пожаловать в Манштадт. Чем могу быть полезен? Здравствуй, Лоуренс. Расскажи-ка мне о Манштадте. Северная корона. Город романтиков. Как только не называют Манштадт. Но словами описать красоту этого города просто невозможно. Недавно в нашем городе появился новый бард. Он сможет спеть тебе о духе Манштадта гораздо лучше, чем я. Только вот песни у него какие-то древние, что ли. Этим песням больше тысячи лет. Откуда он их знает? А в чем проблема-то? Если они где-то исполнялись, и ты знаешь о том, что им больше тысячи лет, то как бы неудивительно, что он их знает. Ну да ладно. Ммм, можешь рассказать что-нибудь интересное? Интересное? Ммм, дайте-ка подумать. Вот бывает, стою я на посту, и вдруг погода начинает меняться, как-то слишком резко. Это самое обычное природное явление, но выглядит так, словно кто-то управляет погодой. Кто бы мог обладать такими сверхъестественными способностями? Даже высокопоставленные офицеры Орда Фавониус не способны на такое. Так странно. Ну, мы с тобой поболтали. Твое желание исполнено. Пока. Ой, кстати, я совсем забыла, что у меня, кажется, голодные люди тут, это самое. Так и помереть недолго надо, похавать. Кушать вообще полезно. Да, привет, Майлс Моралис. Наконец-то я до тебя добралась. Катерина, Катерина. Здравствуй. Ммм, да ладно. Ммм, да ладно. Плюсы, я хочу плюсы. Ух ты, люблю награды. Так, ну давайте возьмем. Много? Вау. Больше похоже на рекламную брошюру. Побудем немного такими. Ммм, ну как снилось, короче. А победить дракона достаточно будет, нет? Ммм. 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 Угу Стоки земной энергии открываются в ответ на чью-то волю. Прикоснитесь к истоку и победите врагов, чтобы получить цветок. Вы получите богатые награды. Ну, здорово. Пермага бездны, надержимая сила. Ладно, проехали. Что тут мы еще можем поделать-то? Тут так-то очень много всяких продавцов и прочего. Что такое? Ты меня пугаешь. Здорово. Ну, что ты делаешь? Мне теперь захотелось кушать. Давай, у нас целой кучи еды нет. Давай закажем бутерброды. Это, короче, как заказать пиццу, хотя дома есть еда. В чем проблема-то? Ты уже что-то съела? Мы даже не подошли туда. Ты что, его своровала? Тебе лишь бы пожрать, а? Я вот, может, тоже хочу есть. Здравствуй, Сара. Добро пожаловать в ресторан Хороший Охотник. Чем могу быть полезна? Блин, жалко, я не могу на японском это все озвучить. Я даже не знаю, как оно должно звучать на японском. А было бы, так сказать, в стилистике игры. Ну, ладно. Хочу кое о чем спросить. О чем? Да-да, я вас слушаю. Во. Что в последнее время интересного? Сейчас как раз проходит дегустация салатов. Пожалуйста, возьми. Если понравится, я буду рада видеть тебя снова. Что, бесплатно? Питательный салат. Четыре штуки. Так я же объемся. Это же на всех на четверых. Добро пожаловать. Чем могу быть полезна? Насчет ужаса бури. Увы, с появлением ужаса бури люди ходить по ресторанам не в настроении. Дела идут хуже некуда. Даже наши постоянные посетители пали духом. Но ничего необычного в этом нет. Я надеюсь только, что все эти бедствия скоро кончатся. Ну, я постараюсь тебе с этим помочь. Юри? Это ты что ли, Юрий? Здравствуй. Привет, тоже пришла за покупками. Нет, я просто... Нет, я просто смотрю. Как же я заведую тем, кто приходит просто посмотреть. Как только я узнаю, что где-то началась распродажа, то сразу трачу все до последней моры. Тебе по пути не попадался, мой пьяница-муженек? Надеюсь, что сегодня он еще не успел напиться. А как его зовут-то? Я что, знаю, что ли? Или тут только один пьяница на весь город? О! А я что, тут еще не отметилась? Сирозно! Какая же я? Лошара! Вообще, я не совсем знаю, что я тут ищу, но что-то я... В прошлый раз я нашла какие-то классные сундуки, может, я еще что-нибудь найду? А может, нет? Вообще, я думаю, некоторую часть, так скажем, прохождения записывать не обязательно, тем более, что у меня все равно глюки при записи случаются, так что лучше не рисковать подобным. Так вот, когда я просто бегаю, там, собираю какую-нибудь фигню, там, те же сундуки, которых тут просто куча сундуков, целое море их, мне кажется, это записывать ну, не обязательно, потому что не особо интересно, это никак не влияет особо на сюжет. Правда ведь? По-моему, это самая высокая точка здесь. Ну, хотя нет, еще есть вот эта вот статуя. И он напоминающий... Вот собор какой-то, святой богоматери, какой он там во Франции-то был, я все время забываю. Но довольно-таки он известный. А это кто у нас тут стоит? Эмбер. Привет, Эмбер. Я Эмбер, как дела? Да, неплохо, неплохо. А че, и такое есть? Так мы нелетальные... Нелетальные, господи. Нелегальные летуны, получается, да? Какой кошмар. Нелегальные летуны. Ну ладно. Ты же не будешь слишком строга ко мне, сестренка? Ну ладно. Да, ничего не поделать. После того, как Эмбер ушла, путешественница что-то там... Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но не так же быстро Субтитры создавал DimaTorzok Здорово. А что за чайник? В общем, не знаю, но мне дали за это что-то классное. И это здорово. Собственно говоря, в этот вот замок можно попасть или нет? А, да, можно. Собор Барбатоса. Артефакты воплощения воли и воспоминаний первоначальных владельцев. Ой, что это? Ну, это, конечно, здорово. Ну, зачем? Привет. А, чего надо? Эм... Что ты делаешь? Не сижу без дела, клюя носом. Это уж точно. Твоему сведению, я дипломат в Атуи. Вернее, помощник дипломата. Виктор. Его превосходительство приказало мне оценить ситуацию в Манштадте. И как вам Манштадт? А вот что я тебе скажу. Скучнее города я не встречал. Хоть все и называют его городом свободы, но делать здесь абсолютно нечего. И как только люди могут тут жить. Еще все постоянно твердят про этого Барбатоса. А его даже в городе нет. То ли дело наша матушка царица в заполярном дворце. Неважно, вон та сестра опять косо на меня смотрит. Хм. Ой, господи, у меня аж залагало все. Это ты на него смотришь? А ты не его сестра, ты же Виктория. Чем могу быть полезна? Ты пришла исповедаться? Нет, я не верю в ваших богов. Что ты делаешь? Меня зовут сестра Виктория. Я служительница церкви. Я служу исповеди иногда, даю людям добрые советы. Самые разные советы. Пытаюсь направить заблудшие души на праведный путь. Какие есть в Манштадте интересные места? Я чувствую, что на твоем сердце лежит тяжкий груз. Возможно, тебе стоит посетить исповедальню? Шучу, я так всем отвечаю. Прошу, в следующий раз не задавай мне глупых вопросов. А, вряд ли все так просто. Хм, проницательные люди редко вызывают симпатию. Некоторые родились под солнцем и потому принимают его свет и тепло как данность. Но любовь, почтение и святость, все эти прекрасные вещи зиждются на крови и слезах грешников. Ты этого не замечаешь или нарочно видеть не хочешь. В таком случае особо спрашивать и размышлять об этом не стоит. За преступлением всегда следует правосудие. Пусть мои слова будут тебе предостережением, а это послушать тебе напоминанием. А вот, возьми. Ох ты. Ничего себе. Вот как полезно со всеми болтать. Может, с Жилианой поговорим еще. Здравствуйте. Пусть ведра Барбатоса направляют тебя. Здравствуйте. Вы пришли сюда помолиться? Если мы откроем сердце Барбатоса, то он обязательно слышит наши молитвы. А кто такая Лили? Да-да-да-да-да-да-да. Твою дочь зовут Лили? Ой, я молилась вслух. А я даже и не заметила. Нужно быть повнимательнее. Лили, моя дочь. Благословение Барбатоса. Лучик надежды. Все утро Лили уговаривала меня купить ей подарок. Ты очень любишь свою дочку. Да, ты права. Мне через многое довелось пройти. К счастью, все это осталось в прошлом. Теперь у меня есть семья. И самое главное, есть Лили. Что бы ты ни делала, никогда не сдавайся. Настанет день, и Барбатос вознаградит тебя за старания. Те, кто откроет ему свои самые сокровенные желания, получат глаз Бога. Но мне Лили дороже, чем любой глаз Бога. Ну, это понятно. Крейс. Здравствуйте. Помолитесь вместе со мной Барбатосу. Насчет ужаса Бури. Боюсь, что причина всеобщего беспокойства заключается именно в нем. Я не рыцарь Орда Фавониус. Все, что я могу сделать, это молиться ветрам. Да защитит народ Манштадта Барбатос. Какой гигантский орган. Вы посмотрите, какой он гигантский. А можно назад попасть как-нибудь? Ползти по нему я не могу. Ну и ладно. Ну и не надо. Мне интересно, а имеет значение, в каком виде я с ними общаюсь? Ну то есть сейчас я играю за Эмбер. Но они, возможно, воспринимают меня как меня. Ну то есть это... Мэм. Да. Так, собственно, а что мы должны сделать? Так, 10 ранг. Приключений. Проблема Кеи. Ага. Ну давайте сходим к Кеи, что ли. А то мы с ним не общались давненько. Хотя мы всегда можем его призвать, но это не одно и то же. Я думаю, все-таки лучше всего будет именно что, ну как сказать, основные сюжетные линии записывать. Ну или вот такие вот мелкие, но полезные разговоры. Плохие новости. Даже после всех доводов она все равно отказывается слушать меня. О, привет, путешественники. Нас уже даже много, да? Я одна стою, а она... Ладно. Что ты там бормочишь себе под нос? Сара решила возить из Льюэ острый перец. Говорят, что этот перец заставит расплакаться кого угодно. Даже такого заядлого любителя острова, как Барбара. Я считаю, что в Манштадте их продавать просто неразумно. 86% жителей Манштадта к такому не притронутся. А ты разве не знаешь? Я думала, что про это в городе знают все. Ммм, а что еще в городе знают все? Ну, все знают, что библиотекарь Лиза имеет привычку пить послеобеденный чай. Однажды один бородячий торговец из Льюэ увидел, как Лиза использует особые мягкие сетчатые материалы для фильтрации чая. Хотя тогда торговец не слишком хорошо разглядел, что делает Лиза. Это не помешало ему позаимствовать ее технологии применить в своем новом чайном напитке Челки Барона. Вскоре после этого некоторые стали утверждать, что предмет, которым Лиза фильтровала чай, был обычным материалом для фильтрации, часто используем в алхимии. Но где тут правда даже, я не знаю. По крайней мере, этот чайный напиток со странным названием довольно долго был популярен даже в Манштадте, где развита культура вина. Коммерческое мышление выходцев из Льюэ, конечно, восхищает. Они всегда создают что-нибудь, что привлекает массы людей. Да, возможно, это был не самый лучший разговор, и она исчезла. Портос? Атос? О май, Гварово! А где Арамис? Добро пожаловать в штаб Орда Фавониус. Где Арамис? Арамис-то где? Надеюсь, вы найдете, что ищете. Я Арамис, а еще где он? Ладно. Возможно, тут и нет. Элемент Пиро может жить элементра Дендра. Элементра, господи. Ну, все, у меня просто язык заплетается. Здравствуй, Кея. А что случилось, Кея? Почему бы нет? Расскажи, что произошло. Я пока шепа пью. Думаю, что мы слышим о том, что мы не поднимаем, но мы не поднимаем тебя. Поэтому здесь, чтобы помнить место. Да, я думаю, что мы не поднимаем, что мы не поднимаем. Как-то怪しい, да. Господи, а ты кто такой? Добро пожаловать в штаб Орда Фалмониус. Что я могу для вас сделать? Что это за место? Это главный зал штаба Орда Фалмониус. Здесь расположен кабинет действующего магистра и библиотека. Если у вас остались вопросы, я в любое время к вашим услугам. А почему одна из комнат закрыта на замок? Посторонним туда нельзя. Никаких секретов Ордена там нет. За этой дверью всего лишь находится одиночная камера. А вообще, в последнее время она служит наказанием для одной лишь Клею. Каждый раз, когда ее там закрывают, из камеры доносится какой-то грохот. Она там новую взрывчатку испытывает, что ли? Клей вряд ли нарочно станет что-нибудь взрывать с таб к квартире Ордена. Но мало ли чего может случиться. Ой, что-то мне не по себе. Ладно, не будем особо здесь задерживаться и поговорим с Кеей. Так, нам по идее надо бы поговорить с Кеей, но тут такое дело. Осталось не так уж и много времени на это. Поэтому я предлагаю, вместо того, чтобы говорить с Кеей, еще немножко побродить здесь. И изучить город. А что Фатуи делают в Манштадте? Кто-то вообще такие. Тсс, в Фатуи никуда не приезжают без причины. Фатуи не приходят без причины. А причина такая, что эти ваши Мордозалавониус, или как их там зовут, не могут сами справиться с жалким драконом. Когда Манштадт окажется под угрозой исчезновения, Фатуи достаточно будет щелкнуть пальцами и... Либо военным путем, либо дипломатическим. Бх, что-то я слишком разговорился. Это ты специально пытаешься мне разговорить. Ты от меня ничего не слышала. И вообще, я тебя не знаю, понятно? Фатуи по силам справиться с ужасом бури. Эй, ты Фатуи недооценивать не смей. Как-то раз мне довелось видеть одного из предвестников Чайлда, в действии жуткое зрелище, скажу я тебе. Ты это, не пытайся меня разговорить. Вот если наши предвестники возьмутся за дело, от ужаса бури и мокрого места не останется. Эх, какие вы все злые. Инодменные. Заодно можно поискать какие-нибудь сундуки. Ну вот, лёгок на помине. Довольно-таки атмосферно. Вижу. Но я до него, наверное, не долечу? Как вы думаете? Ну, долечу, не долечу? Да, лечу. Да, лечу. Нужно найти ещё один где-нибудь. Жаль, у меня нету бинокля. А, вижу ещё один. О, да, я так и знала, что он будет здесь. Хе-хе-хе. Это удивительно, что здесь буквально на каждом квадратном метре находится сундук. С какой-нибудь крутой фигнёй. Я искала самую высокую точку в этом городе. И это оказался собор. Кого он там? Парбатас, что ли? Вот. И забравшись на самый верх, я обнаружила сундук не простой, а золотой. Так что здорово лазить повсюду, изучать всякое. Это подогревает интерес к исследованиям. На обзор отсюда какой-то не очень хороший. Зато тут ещё есть статуя. Может быть, с неё будет хороший обзор? Интересно, а я могу на неё забраться? Да, могу. Ну, собственно, что меня удивляет. Это как раз-таки наоборот. Было вполне очевидно. Что ж. Ну, думаю, здесь можно и закончить. Так что, пока что на этом всё. Большое спасибо за просмотр. Ух ты. Ачивка. Неожиданно. Но приятно. Что ж. Прощаюсь с вами. До следующего раза. Удачи вам в жизни. И до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова